Это же... неспроста. На, серёдно! Ну чё, посмотрели на прошлую дичь, которая была предыдущей? Хе-хе-хе. Сейчас нас ждёт более интересная игра, на мой взгляд. И вполне возможно, она будет даже очень-даже неплохая. Сейчас поглядим. Да, те, кто ещё не понял, вы на канале Random Game. Это обзор игровых новинок. Это игрушечка под названием MacWed. Это головоломка, но она должна быть такая приятная, красивая. Вот, судя по менюшечке даже, выглядит всё очень даже добротненько. Так, я сюда настройки уже заходил. Я убрал голос за кадром, и фоновую музыку на 0.5. Геймплей. Настройки текста. Субтитры диалогов, субтитры на почтовом ящике. Размер, прозрачность, контур. Окей, пусть так всё. Это графика, но вроде как всё на высоком уровне. Ну, вроде как всё. Больше тут ничего нельзя сделать. Поэтому давайте начинать и смотреть. Напоминаю, кто первый раз на канале у нас появляется, тот должен, теоретически, наверное, попробовать подписаться на канал, если вам нравятся видосики. Я буду прям очень-очень этому рад. Не забывайте подписываться, если нравится, потому что подписка крайне важна. Чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Сады. Сады и огороды. Привет, подсолнушек. Так меня ещё никто не называл. Ну что, приятная картинка. Приятная музычка. Видимо, нам тут надо уже сами посмотреть управление, да? Потому что игра нам не рассказывает, что куда жать. Вечером я потерял ключи, перевернув всё вверх дном в попытках их найти. Окей. Я всё время что-то ищу, вот, что-то, что-то в углах. У меня привычка такая по углам шарится. Но многие игры просто говорят, иди вперёд и всё. У нас нет никаких загадок, сундуков спрятанных там, пасхалок и прочего. Просто тупо двигайся вперёд. В поисках наткнулся на коробку, которую давно пора было открыть. Так, чтобы использовать рычаг или кнопку, нацелься на неё и нажми. Ну, прям практически издалека можно, смотрите, нажимать. Окей. Луна, покусанная. Позабытые вещи из нашей жизни. Кладбище приходящего. Путанная хронология. Спички из того модного заведения с лапшой, что тебе так нравилось. Старые пластинки найдены на воскресных барахолках. Новенькие очки, которые я разбил, когда набрался на той новогодней вечеринке. И запаниковал на крыше, а ты ещё меня успокаивала. Ну, водичка прикольно сделана. Симпатично. Вот, казалось бы, это текстурки такие вообще небогатые прям, да? Цветочки такие замухрюшные. Вода тоже не фонтан такая, да, которая льётся. Деревья. Но в целом всё это выглядит очень даже приятно. Да, вот прям вместе объединить. То есть не надо, я про то говорю, что не надо какой-то сверх супер крутой картинки делать, чтобы игра была приятной и симпатичной. Игрушечный кубик, оставшийся от тех кошмарных выходных, когда мы присматривали за твоим племянником. И вот рядом с самодельной поздравительной открыткой, гитарным медиатором и карточками монополии я обнаружил наш эскизный альбом. Скетчбук. Тот самый, где мы рисовали по очереди ещё в ту пору, когда не знали секретов друг друга. Да, ключи-то я нашёл, но всё равно опоздал на поезд. Тут надо что-то открыть, да, будет? Вот он ключ, походу, дело. Чтоб перенести предметы, которые можно взять, нацельствую на него и нажми. А, то есть я его типа взял, да? Теперь надо его применить. Ну, логично. Такой нехилый ключ, в принципе. Удерживай его перед собой и двигай... А, и просто двигай вперёд к замку. Чё? Чтобы отпереть дверь ключом, удерживай его перед собой и двигай вперёд к замку. А, погоди. Йот перенетеатр, а почему мне вот об этом никто не сказал-то? Смотрите, мы на левую его берём, а на правую я вот так вот его перед собой удерживаю. Но мне никто не сказал, что надо правую нажимать, милый Мэй. Окей. А, надо теперь тебя забрать, что ли? Тяжёлый случай. Всё, ты мне больше не нужен? Ну, смотри-ка, его ещё можно забрать. Ну, давай потаскаем тебя с собой на всякий случай. Вдруг ты мне пригодишься. Просто не мог оторваться. Листал страницы и разглядывал всё то, что рождалось в воображении нас тогдашних. Одни страницы нарядные, на других незаконченные каракули. Кому-то это показалось бы потугами недоучек из художественной школы. Ни смысла, ни вкуса, но не для меня. Я читал это как повесть. Так. Вот это я видел из ролика. Я знаю, что вот этот кубик можно брать и с ним баловаться, в принципе. Это как в игре Супер Лиминат, по-моему, или как она называлась? Чё-то типа того. Очень прям похоже оттуда. Так, тут мы не можем пройти, да? Тут у нас закрыто. Сейчас мы вокруг всё отбежим. Тут нам нужен будет ключ. А тут у нас чё? Тут чё-то вообще, походу, дело выход с локации. Так, окей. Взять тебя не могу. Кстати, смотрите, вот так он бегает, а когда шип зажимаю, он идёт. Немножко наоборот всё это сделано. Альбом раскрылся прямо на том наброске, что мы нарисовали, когда познакомились в кофейне. Клёвый домик. Я уж хотел в бок убежать. Простите, можно тут присесть? Я просто жду свой кофе. Да, конечно, сколько угодно. О, о боже, простите. Пустяки, просто чуток расплескался. Я такая неуклюжая. Это альбом для эскизов? Ну да, он не заляпался. Это всё равно там одна ерунда. Можно посмотреть. Берёт в руки альбом. Ого, обалденный замок. Спасибо. Я просто недавно вернулся к рисованию. Брат же всё время рисовал, а потом, не знаю, даже как-то перестал. Я тоже. Знаете, ещё в начальной школе я была той самой девочкой, которая классно рисует. Девочка, которая классно рисует. У нас тоже была такая. Ко мне вечно прибегали. Ой, слушай, помоги с блокадом. А как рисовать руки? Точно. А я им такая, откуда мне знать, как рисовать руки? Мне всего пять лет. Зато сколько всего можешь передастись стихиных лет. Так, вы рисуете верх ногами. Да ладно, когда рисуешь в альбоме, нет верха или низа. Да, это верно. Простите, мой заказ и быстро они... Кстати, я Кензи. А я Майкл. Приятно познакомиться. Ну, мне пора. Пока, Кензи. Обычно так не общаются, вроде насколько я знаю. Ну ок. Может я чё-то не догоняю в общении. Так, давайте тут полазим, посмотрим. Цветочки. Цветочки красивые. Ой, я на пробел распрыгать могу. Ничего себе. Только зачем, пока непонятно. Так, всё, тут тупик. Окей. Башкой бы не задеть вот эту штуку. Пробегает такая башка. Надо бы. Чё за пятно? Походу, тут нет ничего интересного. Лады. Значит, нам надо просто бежать обратно. Каждый день был таким романтичным. Нам даже не нужны были старые, добрые, тоскливые посиделки в барах. Это типа уменьшенный макет. Прикольно. Вообще прикольно. А где вход в него? Клёво. А на контур я не могу присаживаться. Блин, вот это классно, да? Когда такое всё маленькое, это такой типа великан. Крутяк. Вон маленький кубик, и можно взаимодействовать. Только что с ним надо делать? Вот вопрос. Так, а с этим кубиком, видимо, нельзя, да? Ага. А, ну тут смотрите, походу дело, вот то, что вокруг нас. Здесь, это, видимо, и есть, смотрите, там какой-то домик. Тут башенка. И в теории у нас это всё должно там закрыто, да? Должно повторяться. А здесь слева вот эта штуковина. Итак, мы с вами видим, что слева у нас вот эта штуковина, вон она стоит, с замком. За ней будет типа какого-то дворца. Тут у нас наш кубик стоит, вон она. Я его сейчас поставлю на место. Видите, он пропал-то. А он пропал, погоди, там дверь открылась, что ли? Открылись ворота, ну-ка, погоди. Если я тебя поставлю. А, он типа запирал, это, проход. А я его чуть вбок сейчас поставил, да я смогу пройти. Ага, ага, ага. Так, ну, наверное, нет смысла бегать влево-вправо, потому что игра нам просит просто тупо ходить прямо. После обеда мы вместе рисовали на открытых террасах в Миши. Сен-Дистрикт. Гиперный театр тут не упасть бы. А чё, можно падать, да? Ну давай. Так, фонарик не трогается. Тут просто маленькая такая аллейка. И на парковых полянках для пикников. Мост. Погоди. Я не хочу тебя брать. Ну-ка, стой здесь. Да чтоб тебя. Я понял, что тебя можно брать, но... Но я ещё тут не всё посмотрел. Здесь там тоже ничего нет, да? Я не забегал в сам домик. Правильно? Правильно, вот в этот. А он закрыт. А он закрыт. Со всех сторон. Со всех сторон. Окей. Тогда нам нужен мостик, понятно. Вот сюда его надо поставить, чтобы вернуться обратно. Я не дурачок. А как тебя разворачивать? Во. В смысле, а как тебя увеличить? В смысле, а как тебя увеличить? А как тебя наверх поставить? Так, погоди. Настройки геймплей. Раскладка управления. Отправить. Space. Влево-вправо. Васт. Повернуть голову налево-направо. Поднять голову. Опустить. Прыжок. Space. Пропустить видео. Space. Вернуться под купол F. Взаимодействовать. Правая кнопка. Разместить лево. Повернуть объект QE. Двигать объект от себя. Мышка. Так, стопы. А, тебя может вот здесь надо разместить? Пигня какая-то. И на парковых полянках для пикников. А, может он все-таки не здесь нужен где-то? Может им надо вот с этой штукой взаимодействовать? Может я туплю? А, вот теперь, наверное, тебя можно будет поставить, да? Нет. А, я понял суть. Так, его надо поставить не здесь. И я туплю. Я штукен, правильно? Вот надо где его ставить-то. Э, стопэ, ставься давай. Ну почти. Во. Вот как это все работает, милые мои. Погнали. Прикольно, прикольно. Так, это не Паш, да? Поехали вниз. А, вверх. Поехали вниз. И, глядя, как звезды появляются над садиками на крышах в центре города. Так, потом надо будет вниз спуститься. Значит, нам надо взять вот эту штуковину. А зачем она нам нужна? Вот наш, в тот наш первый месяц вместе я понял, каким крохотным был мой мирок до нашего знакомства. Окей. Так, а для чего нужна эта штука? Вот это, конечно, непонятно немножко, да? Для чего она нужна? Явно не для этого всего, да? Да. И явно не сюда. А куда тогда? Все, тут закрыто. И тут закрыто. Может, эта часть какая-то недостающая часть чего-то? А, вон она упала. А я же могу, в принципе, по ней, наверное, куда-то перебрасываться, да? В теории. То есть, если, например, куда-то вот сюда уронить... Ну, не совсем так. Конечно, не уверен, что это так работает. Но, в теории, почему бы и нет? Может же такое быть? Я просто больше не вижу, куда ее ставить-то. Здесь куда-то? Вряд ли. Тем более, там у нас уже закрыто было все. Может, вот сюда попробовать ее как-то впихнуть? Такое ощущение, что она куда-то должна подходить, да? Такое ощущение, что она куда-то должна подходить, да? А, ее же можно еще вращать, по сути, правильно? Ты там не застревай. Вот так. Я, по-моему, что-то не то делаю, да? Сто пудово. Так, окей, а от чего тогда ты? Я могу тебя вот сюда поставить? И что это поменяло? Слушай, ну вот это вот непонятно, конечно, куда ставиться, да? Вот сейчас получится нам по ней забраться. Похоже, что нет, да? А что у нас тут есть? Фиг знает. Вот оно же всяко не так работает, правильно? Как я тут задумываю. Опа-оба, ща мы, ща мы, ща мы сломаем эту систему. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, она не хочет сломаться. Окей, ну тогда я не знаю, ребятки, что тут надо делать. Вот серьезно. Для меня это прям стало загадкой. Поэтому давайте, наверное... Ну вряд ли она сюда ставится, правильно? Да, попробуем. Может быть она ставится сюда? Да... Не, вообще не похоже. Да, ни на что такое. Как она сюда тебе поставится? Короче, какая-то непонятная штуковина. Может ее надо ставить вместе с кубиком, например? То есть, к примеру, мы вот здесь поставим кубик. Вот так, да? Вот так, да. И еще подальше, да надо? Ну, что-то типа того. Ну, я не могу дальше пробраться. Короче, это явно не так работает. Явно не так. Так, а как я не могу сказать, это надо смотреть, смотреть. Поэтому на этом я, пожалуй, наверное, закончу обзорчик, ребятки. Уж простите, что смог допетрить своей башкой. То допетрил, что не могу, то не могу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, теряйте колокольчик. В принципе, если понравилось, игрушка довольно-таки неплохая. Попробуйте в нее поиграть с прохождениями в интернете. Ее вполне себе можно будет осилить. Так что дерзайте. Картинка очень даже приятная в игре. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я пошел дальше по своим делам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok